Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта СФО «Кафе Финтакс 100», организатора профессиональных онлайн-событий. Друзья, сегодня мы проводим вебинар по ФСБУ 6.2020 совместно с нашим партнером, прекрасной, сильнейшей командой аудиторской консалтинговой компании «Правовест Аудит». Наш основной спикер сегодня Ольга Легонькова, директор по развитию, главный методолог компании «Правовест Аудит», аттестованный аудитор. Также, кстати, у Ольги есть диплом МССА по международной финансовой отчетности «Дипифор». И большой опыт уже по работе с ФСБУ 6.2020. Поэтому сегодня будем делиться с вами, на самом деле, уже наработанным большим опытом. Будем показывать на примере, как переходить на ФСБУ 6.2020, как его реализовывать. В общем, мероприятие будет очень-очень интересным, и у вас есть прекрасная возможность задать ваши вопросы Ольге в чате прямо под онлайн-трансляцией. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Постараемся ответить на все из них в прямом эфире. Поможет нам в этом также коллега Ольги Виктория Варламова, один из моих спикеров. Виктория является руководителем отдела консалтинга компании «Правовест Аудит». Также она главный специалист по бухучету налогообложению. Мне кажется, по вопросам НДС, налога на прибыль, Виктория вообще может ответить на любой вопрос. Но сегодня у нас бухгалтерский учет. В общем, вот такой вот сильнейший тандем сегодня у нас с вами будет, друзья. И обязательно пользуйтесь этой возможностью узнать ответы на ваши вопросы. Я желаю вам полезного мероприятия и передаю образы правления прямым эфиром Виктории. Спасибо, Василя. Я всем сегодня еще раз хочу сказать, что я сегодня буду своеобразным модератором нашего мероприятия. То есть я буду смотреть, какие вопросы вы задаете в чате, чтобы Ольга не отвлекалась. И если кому-то что-то будет непонятно по ходу, я буду включаться и задавать эти вопросы Ольге. И также, забегая вперед, хочу сказать, что все участники сегодняшнего мероприятия получат подарок от компании «Правовест Аудит». Если можно так сказать, билет на вебинар по управленческому учету. Но об этом я расскажу в конце более подробно. А сейчас передаю слово Ольге Легоньковой. Шестое ФСБУ ждет. Как на него нужно переходить, что учесть, какие ошибки, возможно, уже обнаружили. Вам слово, Ольга, пожалуйста. Всем добрый день. Всем добрый день. Сегодня у нас такой вебинар очень горячий будет, потому что мы делаем опросы по поводу перехода, кто перешел, кто не перешел. И выясняется, что еще далеко не все перешли ни на 25-й, ни на 6-й, потому что, в принципе, сейчас уже май заканчивается у нас. Уже почти полгода прошло, но, тем не менее, сложности перехода еще существуют. Сегодня я хотела бы немного поговорить об основах этого стандарта, то есть какие у нас нововведения появились в этом стандарте, какие новые определения появились. А также мы с вами рассмотрим на практике, я вам покажу, как перейти в табличной форме на этот ФСБУ, как просчитать сам переход по всем основным средствам. Расскажу несколько нюансов, которые связаны с 18 ФСБУ, что у нас нужно делать при переходе с разницами по основным средствам. И на прошлом вебинаре задавалось много вопросов интересных, связанных с ликвидационной стоимостью. Мы их уже обсудили у себя внутри, пришли к какому-то согласию по поводу формирования ликвидационной стоимости. Тоже с вами обсудим это маленькие секретики, вам открою, потому что те, кто сейчас делает уже переходы на ФСБУ-6, которые связаны с основными средствами, то есть транспортные, простите, заговорил, транспортные средства, те задаются вопросом в связи с ростом, конечно, вы знаете, в связи с высоким ростом цены на автомобили, в том числе и автомобили, которые уже были в использовании. Ну, это мы с вами потом чуть-чуть попозже разберем. Вы, пожалуйста, задавайте вопросы, наоборот, ваши вопросы никоим образом меня смущать не будут, наоборот, мы с вами придем к какой-то истине, даже если, не знаю, ответ на него, мы, по крайней мере, подумаем, как-то логически порассуждаем. Ольга, я очень извиняюсь, но мы видим вашу презентацию не крупно, а вот как-то, да. Вот так. Да, вот так шикарно. Так шикарно. Все, все листается, все замечательно, все, больше не отвлекаю, спасибо. Да, коллеги, значит, начнем, ну, с основ, да, начинаем с основ, потому что если мы не видим основы, не знаем основ, не понимаем, как это нужно все применять. У нас появились новые понятия в шестом ФСБУ, ну, относительно, да, какие-то совсем новые, какие-то мы уже использовали на практике, но они просто не были закреплены. Ну, например, да, балансовая стоимость, мы все прекрасно знали, что это такое балансовая стоимость, это первоначально уменьшена на сумму начисленной амортизации, но здесь у нас теперь появилось еще и обесценение. Кстати, про обесценение тоже в конце с вами поговорим, хотя обесценение не связано с переходом непосредственно на ФСБУ-6, но, как вы все знаете, наверное, уже слышали, что на конец года 22-го нам придется всем сделать обесценение, но, по крайней мере, не сделать обесценение, а пройти проверку на обесценение, да, то есть нам нужно будет посмотреть, существуют ли признаки обесценения основных средств. Поэтому балансовая стоимость, это теперь у нас первоначальная, минус амортизация, минус размер обесценения, если он существует. Ранее такого понятия не формулировалось, в связи с тем, что понятие обесценения, в принципе, к основным средствам не применялось никаким образом, теперь у нас это существует. Группа основных средств также на практике применялась бухгалтерами и главными бухгалтерами, и, конечно, мы знаем, что такое группа основных средств, это совокупность объектов, определение ранее в 6-м ПГУ не формулировалось, теперь оно сформулировано, с чем связано? С тем, что группа основных средств теперь может формироваться по большому счету любой, то есть мы можем объединить в группы, которые не связаны с амортизацией, со сроками полезного использования, я имею в виду формально, которые раньше были. Теперь мы можем выделять группы основных средств, это совокупность объектов основных средств одного вида, которые объединены по каким-то сходным характеристикам, которые используются в каких-то однородных действиях, однородном производстве, однородной части, например, нашей деятельности и так далее. Мы можем это делать самостоятельно. В начале, даже, наверное, в конце 2021 года были компании, которые выделяли отдельные группы основных средств, новые, которые нетрадиционные, делали это для того, чтобы как раз перейти на 6-й ФСБУ и списать определенные группы, выделенные самостоятельно. Ну, они были там, в чем было дело, что в одной группе, которые раньше формулировались, формировались, они были очень разные по стоимости внутри основных средств, да, то есть какое-то основное средство стоило очень дорого, была такая совокупность, совокупность других основных средств, в принципе, однородных, стоила дешевле. Поэтому мы выделяли здесь, били по стоимости на две группы, вот одну большую. Это удобно, в принципе, можно использовать в своей деятельности. Следующее понятие новое – инвестиционная недвижимость. Такое понятие, ну, инвестиционный, у нас был инвестиционный актив, да, там было связано с начислением и исчислением стоимости этого актива, формированием первоначальной стоимости этого актива. Сейчас это определение инвестиционной недвижимости, оно не для этого здесь введено, это предназначено для предоставления заплаты или временное пользование основное средство, то есть это недвижимость, естественно, да, и предназначенная для получения дохода от прироста своей стоимости. Здесь немножко завязка идет на… не то что завязка, а мы сразу думаем о 25-м, потому что это вроде как предоставление в аренду, но отчасти да, но здесь тонкие моменты такие могут быть, поэтому если вы хотите выделить такой актив как инвестиционная недвижимость, а вы знаете, что, наверное, уже столкнулись с тем, что у нас есть определенный порядок оценки такой инвестиционной недвижимости. Мы можем по-разному признавать ее, мы можем ее по переоцененной стоимости признавать, не амортизировать эту инвестиционную недвижимость. Там есть определенные плюсы, которые компании видят эти плюсы для себя. Если вы решили это сделать, то, пожалуйста, повнимательнее изучите этот вопрос, потому что с инвестиционной и с предоставлением в аренду могут быть нюансы. Понятие, да, в шестом было доходное вложение в материальные ценности, но это не совсем одно и то же, не совсем одно и то же, поэтому аккуратнее, пожалуйста, с этим определением, выделением такого рода активов. Далее, ликвидационная стоимость. Сейчас вызывает огромное количество вопросов ликвидационная стоимость, потому что начали уже на практике применять, вводить шестой ФСБУ. Мы знаем, что ликвидационная – это та стоимость, которую организация получила бы, если бы каким-то образом решила реализовать, продать, ликвидировать основное средство, чтобы она получила от этого основного средства, при этом в конце срока полезного использования этого основного средства, после вычета затрат на выбытие, которые мы могли бы понести при этом выбытии. Ну, такое сложное достаточно определение, оно плохо еще укладывается в наших головах, в отличие от международников, да, кто составляет по международным стандартам. Понятия, конечно, такого раньше не было, вопросов много. Есть у нас законные способы определения ликвидационной стоимости равной нулю, мы с вами про них поговорим чуть попозже. Но, тем не менее, вот вопрос, который был на последнем вебинаре, когда компания вернула из аренды автомобили, то есть они предоставлялись в аренду автомобили, сейчас компания вернула эти автомобили, они какое-то время послужили, и так случилось, что в связи с ситуацией экономической, которая сейчас сложилась, ликвидационная стоимость автомобилей на данный момент, то есть вот они собираются ее реализовывать, их реализовывать, простите, эти автомобили до конца года, она оказалась выше, чем первоначальная стоимость этих автомобилей. Вы знаете, что рост сейчас большой. Я вам когда буду говорить про варианты определения ликвидационной стоимости равной нулю, как раз мы поговорим с вами, что же делать, когда ликвидационная стоимость выше, чем первоначально. Это нестандартная ситуация, мы обсуждали с международниками, с нашими эту ситуацию, но выход есть, мы с вами чуть попозже на практике поговорим, как быть. Так, элементы амортизации. Раньше тоже не определялось такое понятие, то есть не существовало. Мы знаем, что в принципе элементы амортизации, что это такое, но тем не менее сейчас закреплено в 37-м пункте 6-го ФСБУ у нас закреплено, что элементами амортизации являются срок полезного использования, ликвидационная вот теперь, да, и способ вычисления амортизации. Долго не буду здесь останавливаться, здесь все понятно. Переоцененная стоимость. Тоже раньше у нас применялось такое понятие, как восстановительная стоимость, да, то есть сумма денежных средств, которая должна быть уплачена на дату проведения переоценки в случае необходимости замены какого-то объекта. Но теперь немножко по-другому мы это понятие фиксируем, то есть это стоимость объекта основных средств после переоценки, и она, вот эта переоцененная стоимость, она традиционно не отличается существенно от справедливой стоимости, то есть по большому счету это та рыночная стоимость, которая существует сейчас на рынке, да, на активном рынке, если мы решим продать или купить это основное средство. По переоцененной стоимости тоже разрешается нам учитывать основные средства, ну, в том числе, например, инвестиционную недвижимость. Но здесь нужно тоже исходить из своих собственных интересов, да, то есть из интересов компании. Тоже пока не буду подробно останавливаться, поговорим еще. Обесценения. Обесценения как такового не было, да, у нас вообще такого понятия не существовало, как обесценение основных средств. Прошу прощения. Сейчас обесценение – это стоимость актива, при котором балансовая стоимость превышает ту стоимость, которая могла бы быть получена при использовании актива или его продажи. Да, это так называемый перегрев активов, когда у нас в балансе актив стоит больше, чем по факту, да, то есть по факту на рынке, и, в принципе, если мы вдруг решим продать, то получается, что актив стоит-то дешевле, а у меня в балансе отражена большая стоимость. То есть перегрев вот этот как раз ликвидируется проверкой на обесценение, проверкой признаков на обесценение и проведением обесценения в целом. Вот для чего нам это нужно, для чего это, в принципе, понятие существовало. Пройдемся с вами по критериям. В чем отличается у нас теперь критерий признания основного средства? Здесь тоже хочу оговориться, вот сразу у меня мысль возникла. Много вопросов поступает сейчас по поводу ремонтов основных средств, которые регулярные ремонты основных средств, там, может быть, какой-то ТО, да, типа технического обслуживания основных средств. Смотрите, в шестом у нас есть оговорка по этому поводу, но просто я хочу к чему сказать это, к тому, что критерии признания основных средств нужно читать вместе с 26-м ФСБУ. То есть вы, пожалуйста, посмотрите, взаимозависимость там есть между 6-м и 26-м, то есть когда применяем 6-й, после уже перехода, после того, как перейдем на него, обязательно читайте тоже 26-й, они плотно очень друг к другу связаны. Так, ну и по критериям признания, что у нас в критериях признания? В принципе, никаких серьезных таких изменений нет. У нас по-прежнему это основное средство, да, актив, который предназначен для использования организации в ходе обычной деятельности при производстве продаж продуктов, товаров, выполнении работы, оказания услуг, добавилось у нас для охраны окружающей среды, да, то есть предназначен для использования в этой сфере для охраны окружающей среды, для предоставления заплату, либо во временное пользование для управленческих нужд, для использования НКО. Вы знаете, что НКО теперь тоже в общем порядке начисляет амбратизацию, никакого износа быть не может. Ну и, естественно, предназначен, направлен на достижение деятельности, на достижение цели, ради которых создана организация, да, то есть здесь немножко так о производственной направленности, можно сказать. То есть используется в деятельности непосредственно организации. У нас было приближено к этому определение, поэтому, по большому счету, кроме охраны окружающей среды здесь ничего не поменялось. В ПБУ в шестом было плюс-минус то же самое. Дальше у нас также есть критерии по времени использованию по-прежнему, то есть основное средство – это то, что используется, актив, который используется больше 12 месяцев или обычно операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, здесь тоже все по-прежнему, и способен, естественно, приносить экономические выгоды, организации и использовать в тех целях, для которых создана эта организация. Единственное, что здесь обновилось у нас, то, что основное средство – это актив, который имеет материально-вещественную форму. Она добавлена, эта норма добавлена к критериям основного средства. Ну и в целом мы, конечно, все это понимали, да, то, что основное средство – это то, что имеет материально-вещественную форму, поэтому тоже ничего можно сказать новенького нет. Ольга, можно сразу вопрос к тому, что вы сказали уже, вот у нас есть вопрос от Рината, спрашивает, обесценение – это же снижение рыночной стоимости, и какие для этого нужны документы? Говорим об этом, обесценение. Смотрите, здесь сложно, пока практика есть, и мы сфлошны на этот счет. У российской практики пока нет разъяснений, пока никаких не существует, поэтому сейчас на данный момент, ну, бухгалтеры вообще пока не проводили обесценение по основным средствам, все пока сидят, ждут декабря, но в целом все идут в направлении тестирования на признаки обесценения. И пока нет как такового. Я видела одну компанию, которая уже ввела с 21-го года, вышла на ФСБУ-6, там привлекаются оценщики, естественно, смотрим на активном рынке, но конкретно в той компании, это был большой концерн, там была группа коллег, которые занимаются международными стандартами, которые трансформируют отчетность, консолидируют. Они делали это самостоятельно, то есть в основном смотрели активный рынок какой-то, сравнивали с тем, что у нас существует сейчас в балансе, и таким образом обесценивали. Но там не было обесценения, там было, по-моему, одно обесценение актива в виде основного средства, остальные все остались по-прежнему. Но наша российская пока практика не сформировалась в связи с отсутствием необходимости, то есть 31 декабря еще не наступил. Но тем не менее все идут сейчас и смотрят в сторону тестирования пока только по признакам, по признакам обесценения. Потому что вы знаете, что в 36-м АСИ, там написано у нас, а мы руководствуемся им, когда обесценение проводим, там указано, что если признаки внешне и внутренне отсутствуют обесценения, то, в принципе, проверку на обесценение мы можем не проводить. Поэтому все тестируют пока признаки обесценения и стараются их, и стараются сделать вывод, что признаков обесценения нет. Поэтому мы... То есть я не думаю, что каждая компания сможет нанимать оценщика, там, чтобы переоценить тот же, там, автомобиль или еще что-то, да? Конечно, да. И у всех разное количество основных средств, да? У кого-то, там, 100 штук или еще меньше, а у кого-то компания вчера обращалась к нам, у нее 15 тысяч штук основных средств, конечно, все. Там можно в группы укропнить как-то, но, тем не менее, можно попробовать группы потестировать. Но, тем не менее, это, да, это дорогостоящая процедура. Но, в целом, мы пока сидим, ждем, образно говоря, да, мы применяем практику, которая сейчас сложилась у международников, у тех, кто работает плотно с международными стандартами, пользуемся их практикой, пока так. А дальше посмотрим. Ольга, тут еще два вопроса. Прям только начали с вопросами. С удовольствием. Уже вопросов много. Учитываются ли затраты на техобслуживание автомобилей, связанные с достижением определенного пробега машины? То есть, я так понимаю, через, там, каждые 15 тысяч километров, да, например, нужно проходить ТО. Вот, учитываются ли такие затраты на техобслуживание, как самостоятельный инвентарный объект основных средств в виде существенного регулярного ремонта? Да, это хороший вопрос. Сейчас эти вопросы у нас активно идут. Это как раз про то, что я говорила, про 26-ю, связь 26-го с 6-м. Смотрите, там, насколько я помню, в 26-м указано, что если затраты связаны с поддержанием работы основного средства, то есть оно никоим образом, то есть, грубо говоря, если я не проведу это ТО, то основное средство будет неработоспособно, да, то это не будет отдельным объектом. Если я каким-то образом улучшаю это основное средство, то есть, ну, из серии модернизирую, да, то есть какую-то надстройку делаю, ну, в кавычках, да, этого основного средства, то как раз это можно будет учитывать отдельно. Здесь поддержания работоспособности, насколько я помню, нет. Оно не будет отдельно учитываться. Но, опять-таки, надо посмотреть по нюансам. Ну вот далее, Наталья, я просто не сразу увидела, продолжила свою мысль, то есть вопрос, видимо, был, что согласно пункту 10 ФСБУ 6, самостоятельным инвентарным объектам признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта объектов основных средств с частотой более 12 месяцев. Да, там есть определенные… Вот, то есть, видимо, вопрос был еще в том числе и изюминка, да, вот тут как бы может быть техобслуживание с частотой… Нет, здесь немножко о другом, вот мое субъективное… Третье, да, чем 12 месяцев, но я так поняла, что раз не улучшает, то и не учитывает качество. Дело не в том, что улучшает, даже скорее я больше склоняюсь к тому, что это не отдельно, потому что это поддержание, да, то есть ремонт не в том смысле, в котором мы, может быть, который имел в виду коллега наш сейчас. Это поддержание работоспособности, да, то есть, поэтому не вижу пока здесь никакого смысла отдельно учитывать. Это, да, может быть, он регулярный, по этому критерию он подходит, но существенный вряд ли, да, то есть вряд ли мы можем ТО назвать существенным в рамках, в размере стоимости автомобиля, в принципе. Сколько стоит? 10 тысяч, автомобиль стоит там 2 миллиона, вряд ли это существенно. Ну вот, и еще один вопрос, не знаю, может быть, еще рано его задавать, еще вы об этом расскажете. То есть, тоже спрашивают, облагается ли налогом на имущество организация инвентарный объект в виде существенных затрат на ремонт объекта недвижимости с частотой более 12 месяцев наряду с основными средствами, с основным средством самим объектом недвижимости. Ну, здесь надо покопаться, здесь надо покопаться в налоговом кодексе, да, посмотреть, на первый взгляд, мне кажется, что нет, на первый взгляд. Ну, да, дело в том, что все по налогу на недвижимости, то есть по налогу на имущество идет к тому, чтобы облагать кадастровую стоимость недвижимости, и когда мы к этому придем, вопросов, да, что облагать, что является основным средством для цели налогообложения имущества уже не возникнет. То есть, все к тому идет, что мы, как это, по кадастровой стоимости, да, в большинстве случаев исчисляем налог на имущество. Все, тогда продолжаем дальше. Продолжаем разговор. Закончились, да, спасибо. Значит, Виктория, а вот моя верхняя строчка видна сейчас или нет? Так, сейчас мы видим ФСБУ-6 не распространяется на и картинке. Хорошо, отлично. Значит, у нас, да, есть, тоже на вебинарах, когда я по-шестому рассказываю, много задают вопросов, связанных с арендой, потому что коллеги начинают путаться почему-то, не знаю почему. Здесь нужно четко понимать, что шестой ФСБУ, это указано четко у нас, не распространяется на капитальные вложения, у нас есть определение в 26-м, не распространяется на долгосрочные активы к продаже, так называемые, ДАПы. Это в 16-м ПБУ у нас указано, да, то есть это то, что предназначено для продажи, и мы знаем, что это целенаправленная продажа будет производиться. И, конечно же, не распространяется на предметы 25-го ФСБУ, бухгалтерский учет аренды. То есть, если мы предоставили, вот почему я говорила вам про инвестиционную недвижимость, да, здесь тонкий момент определить, 25-й я применяю, или все-таки это инвест недвижимость, и я учитываю по шестому. Здесь есть нюансы, опять-таки, задавайте вопросы, если вдруг мы будем вместе с вами разбираться, там есть несколько критериев признания. Если у вас есть такие ситуации, то мы с вами поговорим. Не подлежит амортизации перечень объектов, да, у нас раньше, вот обратите внимание, про него с вами проговорили, у нас раньше не начислялась амортизация, начислялся износ, рожался за балансом по объектам основных средств некоммерческих организаций. Теперь амортизация начисляется в общем порядке, всю амортизацию нужно пересчитать и перенести в баланс внутрь, из-за баланса вывести. И про инвест недвижимость мы с вами тоже уже проговорили, что инвест недвижимость, но это именно та, которая оценена по, учитывается по переоцененной стоимости, она не будет амортизироваться. Здесь тоже нужно запомнить этот момент, это правило учета такое существует, потому что переоцененная стоимость, она в целом, мы полагаем, что она уже учитывает ту самую амортизацию, поэтому логика такая здесь. Так, дальше. Вот момент, который я вам уже анонсировала по поводу связи 6 и 18 ПБУ. Оказалось, что вопросов здесь очень много, возникает наших клиентов, тоже возникает, задают. Благодаря им мы начали тоже исследовать эту тему, что здесь выяснили. Сейчас уже есть разъяснение на эту тему, кстати. Когда мы искали ответы на эти вопросы, еще разъяснений не было, поэтому мы самостоятельно продирались, но в итоге продрались верно, как оказалось теперь. Конечно, вы понимаете, что когда мы списываем основные средства, которые теперь после установления стоимостного критерия, начнем списывать те основные средства, которые ниже этого стоимостного критерия, а он почти у всех 100 тысяч рублей, то, конечно, вы понимаете, что основные средства, которые стоили больше 40, но до 100, они не у всех, но тем не менее по ним существует разница, которая формировалась по 18 ПБУ. Она связана с разными суммами амортизации, может быть, кто-то амортизационную премию применял, может быть, кто-то разные сроки полезного использования устанавливал или, в принципе, сама первоначальная стоимость была сформирована по разному бухгалтерскому налогому учету, вариантов много, поэтому, конечно, вот эти разницы, которые возникли на 77 или 09, все задались вопросом, а куда их девать. То есть я вот это основное средство списываю у себя из баланса, как уже не основное средство. Ну вот и смотрите, разъяснение есть уже на эту тему, но тем не менее мы тоже пришли к тому, что, в принципе, куда идет актив, вы знаете, что корректировки все идут на 84 счет при переходе на 6 ПБУ, туда же уходят и все разницы по этому основному средству. То есть если мы списали основное средство на 84, амортизацию списали на 84 по тем основным, которые уже не основные, то все разницы, которые возникли, их нужно тоже, образно говоря, погасить одномоментно. То есть смотрите, если мы их не погасим, и насколько я знаю сейчас, вот на данный момент в 11 не реализована эта история пока, потому что автоматизированный переход на 6 ФСБУ пока не затрагивает вот эти разницы. Может быть, сейчас уже коллеги-программисты сделали какую-то настройку, но в марте еще ее, в апреле, в марте еще ее не было. Может быть, сейчас уже бухгалтера уже списывают. Но мы списывали еще руками, да, то есть в марте, в апреле мы как аудитор приходили, смотрели, мы списывали еще руками, 7709-го, гасили одновременно вместе со списанием самого основного средства. Пожалуйста, не забудьте. Ну и по тем основным средствам тоже забегу чуть-чуть вперед. Сейчас я посмотрю, у меня есть такой слайд на этот счет или нет? Да, немножко есть. Здесь смотрите тоже второй момент. По тем основным средствам, по которым я произведу пересмотр срока полезного использования, вы не забывайте, что у меня возникнет тоже разница. Поэтому здесь вот связь 6-го, 18-го существует достаточно плотная. Она сложная для тех, кто имеет большое количество основных средств, у которых разные сроки полезного использования. Или, например, пересмотрели сроки полезного использования. Вы знаете, в бухучете я могу пересмотреть, в налоговом учете при таком переходе я не могу ничего пересмотреть, никакой срок полезного использования. Поэтому тоже не забывайте, пожалуйста, про разницы, которые будут формироваться, временные, да, там, что у вас будет формироваться. Смотрите сами, не забудьте. Насколько я помню, тоже при переходе вот эта разница автоматически не формируется. Поэтому повнимательнее, пожалуйста, с проводками. Может быть, что-то придется делать руками. Да, ну при переходе, вы знаете, уже, наверное, у всех уже просто оскорно набил этот вопрос, что при переходе у нас 21-й год остается нетронутым в смысле отчетности. Отчетность за 21-й год никаким образом не корректируется, то есть она как была, так и есть. Затем в бухгалтерском учете в 21-м году, если я альтернативно перехожу на 6-й ФСБУ, я делаю проводки неперспективно, да, перспективно, знаете, там только те, кто упрощенные способы ведения бухгалтерского учета может применять. Перперспективным способом у нас все проводки, корректирующие, осуществляются в 22-м году, производятся. Если я альтернативный способ перехода выбрал, это основная масса компаний, да, то все проводки осуществляем в 21-м году, не затрагивая данные бухгалтерской отчетности. В 22-й год у меня уже заходят остатки, входящие на начало года, новые. И, естественно, я буду в 22-м году чуть-чуть тоже забегать, забежим с вами вперед, я буду в своих текстовых пояснениях раскрывать это изменение учетной политики, буду раскрывать разницы, которые связаны с исходящими и входящими остатками в отчетности. Да, не забывайте эту табличку сформировать, можно уже потренироваться, да, сейчас уже не успешно вернуться, нужно будет отчетность составлять. Так, дальше мы с вами уже двинемся на второй большой этап. Виктория, может, там есть какие-то интересные вопросы по понятиям или еще что-то, посмотрите, пожалуйста, или какие-то, может, каверзные есть вопросы, потому что первый такой блок большой, я закончила, мы сейчас переходим. Да, есть вопросы. Давайте. Так, сейчас читаю. Так, можно ли определять размер существенного ремонта от рыночной стоимости, если основное средство принято на баланс давно и его первоначальная стоимость 20 тысяч рублей? Коллеги, ну 20 тысяч рублей, мы понимаем, что это в любом случае не основное средство, да, когда при переходе, когда мы перейдем на шестое, оно автоматически отвалится, то есть мы его должны вообще по-хорошему списать, и здесь уже вопросов о ремонте никаких не встанет. Если вы хотите оставить, у нас тоже был такой вопрос от клиентов, что есть земельный участок, который существует в учете по какой-то мизерной совершенно стоимости, если вы хотите оставить это основное средство и не списывать, тогда нанимаем оценщика, оценщик делает нам оценку, и мы уже смотрим, основное ли это средство по новым критериям. Если мы этого не делаем, то вопрос о ремонте вообще отпадает, потому что это не основное средство, мы должны его списать. То есть лимит, конечно, вы можете установить себе 20 тысяч рублей, но зачем, чтобы оставить… Еще вопрос есть. Да, так. Вот в продолжение, видимо, вопроса, на который вы отвечали, про техосмотр. Ну, вопрос в другом ракурсе. Если в результате техосмотра фиксируется только факт его прохождения, подтверждение работоспособности или модернизации не происходит, то есть подтверждение работоспособности, да, я так понимаю, модернизации не происходит. В таком случае можно учитывать его как отдельный инвентарный объект? Видимо, наоборот, хочется, да, прохождение техосмотра учитывать как отдельный инвентарный объект. Я понимаю, что хочется. Ну, коллеги, я, конечно, может быть, на следующих вебинарах на ЦИФО расскажу по этому поводу. На первый взгляд, нет. На первый взгляд, нет. Я, может быть, посмотрю, даже любопытно мне узнать. Я не разбирала конкретно этот вопрос, поэтому конкретно вам ответить не могу. Сейчас просто по наитию что-то отвечаю. Но на первый взгляд, нет. Ну, нельзя. А зачем? Зачем мы это хотим? Смотрите, у нас вот, в принципе, весь учет сейчас российский идет, уже тоже я 30 миллионов раз сказала, что он идет в сторону международных стандартов. Международные стандарты, они очень практичные. У них нет цели раздуть что-то, да, то есть, в принципе, отчетность стремится к тому, чтобы она давала максимально реальное представление. Вот даже логически, если помыслить, ну, какое техобслуживание может быть отдельным инвентарным объектом? Ну, нет. Ну, нет. Оно что, увеличивает стоимость? Или это актив, в принципе, сам по себе? Что он из себя представляет, этот актив? Его можно пощупать. Это материально-вещественная форма существует у этого актива? Нет, не существует. Ну, если вот так логически рассуждать, да, то есть, это вообще не основное средство. Я просто раздую себе строчку «основное средство», и все, и на этом дело закончится. Не вижу в этом смысла. Аудиторы наверняка будут против этого, потому что это нелогично. А как раз Фейсбул, который связан с международным стандартом по основным средствам, он очень логичный, тоже у нас такой, очень практичный. Поэтому нет, коллеги, я думаю, нет. Но ради любопытства могу посмотреть, для себя даже интересно узнать. Но я полагаю, что нет. Еще вопрос. Каким образом при переходе на 6 ФСБУ должна быть пересчитана амортизация по объектам основных средств, по которым до 2021 года была осуществлена модернизация? То есть, по модернизированным уже объектам основных средств. Как пересчитать? Да, был такой вопрос. Я знаю, что Одинэск неправильно пересчитывает, каким-то образом раскручивает. Я сейчас вернусь к этому вопросу. Когда мы на практику пойдем, мы проговорим. Давайте чуть-чуть попозже, пока не будем. Хорошо, отложил вопрос. Еще один вопрос от Татьяны. Торговая компания. Можно ли срок полезного использования объектов основных средств определять на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы? Ну, то есть, перефразирую немножко. Можно ли срок полезного использования определять по классификатору для налогового учета? Написав в учетной политике, примерно так. Срок полезного использования объектов основных средств определяется, исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Основание пункт 8 ФСБУ 6. Ну, в целом, да. В целом, да, можно. Мы можем определять срок полезного использования. Только в учетной политике, пожалуйста, не пишите, что вы по классификатору. Потому что понимаете, что в бухгалтерском учете уже не применяется классификатор уже года три, наверное. Мы как раз хотели написать ссылкой на ожидаемый период по классификатору. Да, у нас раньше был пункт 20 ФСБУ 6. Теперь у нас, да, другой пункт ФСБУ 6. В целом, можно так написать. Вы знаете, что срок полезного использования мы можем установить, да, субъективно достаточно. Для этого нужно сделать команду коллег, которые установят срок полезного использования. Естественно, он должен быть реальным, не каким-то эфемерным для какого-то существенного основного средства, типа здания, там понятно, да, что мы не можем установить срок полезного использования. Два года – это странно. Поэтому мы можем так, да, мы можем так написать, да, по приказу устанавливать срок полезного использования, исходя из ожидаемого срока. Тем более, вы знаете, что сейчас ежегодно мы можем осуществлять пересмотр срока полезного использования. Нам этот ФСБУ новый разрешает это делать. То есть я каждый год, когда произвожу проверку на бесценение, смотрю, что у меня произошло с основными средствами на отчетную дату, я в том числе могу осуществить пересмотр срока полезного использования. Потому что по факту, вы знаете, что у нас в российском учете такое было частенько, что основные средства, которые уже давным-давно самортизированы, имеют у нас нулевую стоимость, в балансе они уже не видны, но фактически они используются. Такое было сплошняком практически везде у всех компаний. Поэтому теперь как раз мы и можем пересматривать срок полезного использования и устанавливать, говорить, что да, по факту это основное средство уже на конец года самортизировано, имеет нулевую балансовую стоимость, но тем не менее руководство приняло решение, что это основное средство в производственной деятельности в обычной до сих пор используется. Поэтому мы пересматриваем срок полезного использования и говорим, что он теперь продлевается еще на два года, например, с учетом намерения руководства и так далее по поводу этого основного средства. Поэтому, да, пожалуйста. Ольга, я правильно поняла ваш предыдущий совет? То есть вы можете определять по постановлению номер один, как для налогового учета срок полезного использования, просто не надо это афишировать в учетной политике. То есть в учетной политике вы пишете то, что нужно по ФСБУ, а сами определяете так, как и для налогового учета. Да, подсмотреть туда можем как справочник, но нигде это не закреплять. Вот, следующий вопрос. Отражаются ли операции переходного периода на ФСБУ-6 в УФР? Нет, не отражаются. У нас, ну как вы имеете 84-й счет в виду, нет, не отражается. Смотрите, у нас будут проводки в 2021 году, то есть они повлияют на входящую, так сказать, да, потому что, ну входящую нельзя сказать, потому что у нас там оборот в УФРе, они повлияют на размер прибыли, который я отражу в 2022 году. На 2021 год на 84-й никак не повлияет, потому что отчетность своей жизнью там живет. А дальше у меня будет формироваться финансовый результат уже 22-го года. То есть с учетом уже корректировок, которые как бы войдут в 2022 год. Ну, в целом, наверное, да, повлияет, потому что некоторые компании пересчитывают и получается существенный пересчет вот этого корректировка 84-го счета. Наверное, да, повлияет в целом. Но это будет видно только в 2022 году. В 2021 не будет видно никак. Спасибо. Еще, Ольга, вопрос от Екатерины. Подскажите, кто может подтвердить изменение срока полезного использования? Какими документами подтвердить срок полезного использования? Чуть-чуть попозже. Будет, да? Да. Следующий тогда вопрос. Вопросов немало, Ольга. От Марины. Формирует ли сумма обесценения объектов основных средств амортизируемую стоимость, а также стоимость, подлежащую переоценке? Обесценение – это минус. То есть у нас, например, основное средство в балансе стоит 10 миллионов. Я проверяю на обесценение, вижу, что у меня обесценилось. По факту на рынке оно стоит 8. Вот эти две разницы в две я списываю на финансовый результат, и все. Я больше ничего с ним не делаю. Я так понимаю, вопрос касается, а в последующем, да, вот, то есть когда у меня уже отражено обесценение, я что с чем сравниваю, видимо, в этом вопрос, нет? Нет, вопрос, наверное, может быть, я действительно не поняла вопрос, но мы просто списываем и уменьшаем эту стоимость, она никаким образом не амортизируется. Если вы имеете в виду, что потом, например, у меня вырастет эта стоимость, я осуществлю проверку, то это другой процесс. Да, то есть стоимость, подлежащую переоценке. Это да, это не вопрос обесценения, это вопрос переоценки. Переоценка в зависимости от того, что это за основное средство, она может тоже учитываться по-разному, да, но здесь нет, по-моему, ничего не будет. Спасибо. Следующий вопрос. Нужно ли обосновать размер лимита основным средств в бухучете, расчетом, или достаточно только в учетной политике прописать лимит, например, 100 тысяч рублей? Поняла, дальше проговорим, у меня подробная очень разница. Я знаю, что это довольно популярный вопрос, многие, да, хотят приравнять. Ну, если очень коротко, то да, обосновывать нужно. Правильно ли мы понимаем, что если в результате ремонта происходит модернизация, то она увеличивает первоначальную стоимость самого основного средства, а не учитывается как отдельный инвентарный объект? Коллеги, давайте вот вопросы ремонта сразу отметем, потому что это связь на 26-й, у нас сейчас про 6-й, мы разговариваем с вами, да, то есть мы вот эти вопросы ремонта сегодня затрагивать не будем. Это достаточно тонкая тема, я даже не хочу сейчас про нее говорить, потому что не хочу вот так вам по наитию отвечать что-то. Поговорим на следующий раз, может быть, сделаем вебинар по 26-му, и прям про ремонт все-все вам расскажу. Ну, тогда пока, Ольга, все. Ну, все, пожалуйста. Да, спасибо. Да, тогда поехали с вами дальше. Уже идем на вопросы практического перехода, что у нас будет в переходе. Вы наверняка уже все миллион раз прочитали, что есть определенные этапы этого перехода, наверняка видели рекомендацию, как нужно стоимостной лимит обосновать и так далее. Я вам покажу чуть позже после вот этого блока справки, которые формируются, но отдать вам, к сожалению, их не могу. Вы их можете поскриньте, там может быть скриншот, как-то принт-скрин сделайте. Посмотрите, в принципе, в бухгалтерской справке я предлагаю и компании, которые уже осуществили переход, хороший, правильный переход, составляют бухгалтерские справки по обосновывающей, в том числе и лимит. Видели вы эту рекомендацию БМЦ, посмотрите еще раз, если не видели, точнее, посмотрите, если не видели, посмотрите еще раз, если уже видели, что нам БМЦ по этому поводу говорит, какие у нас критерии в целом для того, чтобы определить стоимостной лимит. Конечно, вы все знаете, что с учетом существенности и влияния той информации, которая отражается в бухгалтерской отчетности, нам нужно закрепить этот лимит. Все компании 99% и 99 соток закрепляют 100 тысяч рублей, все равно лимит приближают к налоговому учету. Некоторые устанавливают больше даже, чем 100 тысяч рублей. Но, тем не менее, вот в этой самой справке я вам рекомендую, если вы не успеете поскринить, то вот в этой справке как раз на основании вот этих этапов, которые выделяются в рекомендациях нашего БМЦ, любимого, пожалуйста, распишите, что для вас несущественные активы, что такое лимит, что такое релевантные показатели. Проведите анализ. Сейчас мы с вами тоже немножечко посмотрим, как это лучше сделать. В целом подход какой? Здесь немножко вам такой сухой теории. В целом подход и ориентация идет на уровень существенности. То есть что такое существенность для компании, что такое существенная информация в смысле цифры, подход какой в целом. Так как я устанавливаю стоимостной кредит, ой, кредит, лимит, простите, для того, чтобы списать несущественные основные средства у тебя из состава строки основные средства, то мне нужно понимать, что существует какой-то объем суммовой информации, которую я уберу из строки основные средства. И вот этот объем, который я уберу в связи с признанием критерия 100 тысяч рублей, будет ли он существенен для этой строки или нет? Потому что в целом компания может установить и 250. Любой лимит по стоимости можно установить. Вот какой угодно, какой мне в голову придет, хоть миллион. Но если я спешу все основные средства, которые ниже вот этого стоимостного лимита, например, в миллион, вы понимаете, как сильно может пострадать строка основные средства в целом. Здесь компания должна для себя определить, существенно ли будет вот это списание. Уровень существенности вы знаете, как нам определить. То есть мы определяем и так уровень существенности, производим это в своей учетной политике, для того, чтобы исправлять ошибки, для того, чтобы вот как раз оценки последствий изменения учетной политики, то есть производить, как я оцениваю изменения, и раскрыть информацию в бухгалтерской отчетности, в том числе и в текстовых пояснениях. Поэтому порог вот этой самой существенности мы должны для себя установить. Он в большинстве компаний установлен, но, пожалуйста, не устанавливайте какой-то нереальный, фантастический порог. В основном компании устанавливают, ну, максимум, наверное, до 20%. Это максимум, потому что дальше уже это будет замечание от аудиторов вам сделано, потому что критерий порог существенности, например, 50%, ну, выглядит странно, да, то есть 50% это очень много. Но с учетом разумного подхода устанавливаем вот этот уровень существенности. Вот как раз сейчас коллеги спрашивали, как нужно провести анализ, что сделать, каким образом, в принципе, к этому порогу подойти, к лимиту, да, подойти, какой его устанавливать. То есть здесь чисто профессиональное суждение, какие-то небольшие расчеты должна произвести компания, конечно, это главбук, вероятнее всего. Здесь мы предлагаем вам двигаться в двух направлениях, ОФР и бухгалтерский баланс, конечно. Вы знаете, что в ОФР меня влияет, на ОФР влияет амортизация, да, то есть на бухгалтерский баланс непосредственно сами основные средства, их стоимость балансовая. Поэтому здесь я должна провести для себя вот такой небольшой анализ, вывести виды основных средств, сколько у меня их, какие они, в принципе, существуют. Вы понимаете, что здание, машина, оборудование – это дорогостоящие основные средства, дорогостоящий актив, который, вероятнее всего, не попадет под этот лимит, да, наверняка выше этого лимита. А прочие основные средства, офисная мебель, там небольшая техника какая-то, некрупная, на больше 40 тысяч рублей. Она может попасть. Поэтому я предлагаю вам провести такой анализ структуры основных средств, посмотреть, какие у меня основные средства, в какие группы формируются. Также предлагаю вот эту, кстати, информацию, потом мы сейчас с вами посмотрим бухгалтерскую справку. Вы можете прям включать в саму бухгалтерскую справку, да, вот эти таблички, ваши расчетные какие-то значения, в принципе, вашу логику показать, какая логика была при признании лимита стоимосного. Дальше проведите, пожалуйста, у себя анализ первого раздела бухгалтерского баланса. Посмотрите, внеоборотные активы, да, что основные средства, ой, простите, внеоборотные активы, это и есть раздел. Что у меня во внеоборотных активах, сколько занимают основные средства в этом первом разделе. Ну, просто посмотрите, какая логика в целом существует структуры баланса первого раздела. И вот здесь я привела управленческие расходы, это не имеет значения, куда у вас амортизация списывается. Это какая-то у меня такая, да, компания, куда, где управление на управленческие расходы списывается. Неважно. У меня это может и на себестоимости идти, то есть я должна структуру себестоимости посмотреть в смысле вот этих показателей, да, управленческие, материальные затраты, затраты на оплату труда, то есть статей расходов. Посмотреть амортизация основных средств, сколько занимает долю, да, вот здесь во втором столбце я показала, что доля структуры управленческих расходов также будет не лишней. Можете составить прогноз, тем более сейчас у нас уже середина 22-го года, в целом мы можем уже приблизительно ориентироваться, что у меня будет на конец 22-го года, если только я не сильно сезонная компания. Вот провести вот такой небольшой анализ, да, прикинуть, что у меня происходит в целом в компании, как влияют основные средства, их амортизация на структуру расходов, где находятся эти расходы, в каких непосредственных видах, да, чтобы понимать, что произойдет, когда я спешу в соответствии с лимитом, который я установила, вот эти основные средства, амортизацию по ним. Будет ли это сильно бить, образно говоря, на информацию, которую я предоставляю внешним пользователям, да, то есть мы понимаем, что если это производственная компания, серьезная, у которой огромное количество основных средств, вот я вам пример такой вот из серии, как мы говорим, из серии бреда, да, привожу, и устанавливает эта производственная компания какой-то лимит стоимостной, ну, не знаю, там, миллион, например, вы понимаете, что структура баланса полностью поменяется, и в принципе структура ОФР тоже поменяется очень сильно в 2022 году, потому что, ну, те основные средства, которые стоят меньше миллиона, их будет много, и в принципе производственная компания основных средств много, то есть у меня пострадает сильно и ОФР, я лишусь большой части расходов в виде амортизации, и сильно упадет стоимость активов в первом, в необоротных активах в первом разделе бухгалтерского баланса, да, то есть вот из этой серии сходите, сходите из потребностей, применяйте разумный подход к этому стоимостному критерию, а по поводу, как обосновать, мы с вами проговорим. Так, Виктория, у меня третий уже большой раздел, сейчас пойдем непосредственно на шаги, что делать, как признавать, что списывать, есть ли какие-то вопросы по второй части? Ольга, как раз, наверное, в продолжение, но хотят уточнить, вопрос был про ОФР, про отчетность за 22-й год, просят уточнить, да, уточняют еще раз, в каком порядке операции переходного периода отражаются в отчетности 22-го года ОФР, ОИК? Все просто, смотрите, отчетность 21-го года не трогаем, мы корректируем только в 21-м году бухгалтерский учет. То есть, понимаете, когда я спешу в 21-м году, 31-го декабря, не трогая отчетность, когда я спешу, например, основные средства на 84-й, сделаю проводку 984-кредит 01 и 902-кредит 84, очевидно, что 84-й у меня будет затронут в счет. Вот этот счет 84-й, который будет скорректирован в 21-м году, он зайдет, вот в таком виде, в котором он есть, он зайдет в отчетность 22-го года. Вот так он будет фигурировать в 22-м году. Я буду пояснять, разъяснять, таблички составлять, почему у меня так произошло. У кого-то существенно он пострадает, у кого-то несущественно он пострадает в 84-й, но он вот оборот 84, ну не оборот, а остаток, хорошо, 84-го, он переползет в 22-й год в том виде, в котором он будет сформирован в 21-м. Вот просто вы, я, может быть, не очень понятно объясняю, но логика, мне кажется, очевидна, да, то, что 84-й я все равно буду корректировать, поэтому, естественно, в 22-й он зайдет в другом виде. Да, единственное, что, а, ну вы имеете в виду, я поняла вашу логику, чистая прибыль, которая будет сформирована, если вы имеете в виду, она будет за 21-й год, чистая прибыль сформирована уже по-новому, да, то есть вот тот, который у меня показатель в ОФРе, он будет сформирован по-новому, по-другому. Ну, да, мне кажется, все равно. То есть весь переходный период, по сути, придется на 21-й год, я правильно поняла? Ну, скажем так, удар, да, придется на 21-й год, но показатели все будут уже отражены в 22-м году по-новому, да, то есть уже нужно будет смотреть, как осуществить перенос. Ну, он автоматически произойдет, да, то есть когда переход производится, особенно в 1С, он автоматом уже будет подтягивать вам показатели с учетом корректировки в 22-й год. Вот так. То есть в 22-й год мы придем уже с основными средствами, которые у нас остались после переходного периода, то есть так упрощенно. Если упрощенно, да, то есть в 22-м мы как будто бы оп, проснулись, и уже мы применяем уже 6-й, уже все хорошо. Спасибо, все, пока. Так, ну и коллеги, давайте уже тогда идем на непосредственно шаги к тому, что мы делаем. Здесь не так много, мы с вами сейчас пробежимся по шагам, и покажу вам непосредственно практику, что нужно сделать, как перейти. Все справки покажу. Ну, с учетом того знания, которое мы получили с вами в 1-й и 2-й части, что мы первым делом делаем? Конечно, после того, как мы признали лимит, первым делом мы производим списание тех основных средств, которые у меня несущественными признаны, которые ниже лимита, который я себе установила. Это делается просто. Опять сейчас покажу в Excel, как мы это осуществим. Мы отсекаем просто эти основные средства, фильтруем в Excel, это очень удобно, выгружаем в ведомость амортизации, в которой вся информация есть, которая нам необходима для перехода. Вы можете отдельную ведомость сформировать в 1С, формируется отдельный такой регистр, он так и называется, переход на ФСБУ-6, очень удобный, кстати, очень все хорошо там видно. И просто их отсекаем. В Excel также удобно все это подсчитывать, прошу прощения, чтобы посмотреть, сколько у меня в итоге основных средств ниже лимита, сколько основных средств у меня остается выше лимита. Очень удобно, очень хорошо. Дальше. Идем на пересмотр, вторым шагом идем на пересмотр элементов амортизации объекта. Это что у нас? Ликвидационный, срок полезного использования. Начнем с ликвидационной. Как раз подходим к вам, с вами к вопросу интересному по поводу большой ликвидационной стоимости. Значит, что мы делаем? Списание по несущественным произвели. Ликвидационную стоимость определили следующим образом. Если у меня есть информация о том, что компания не ожидает поступления никаких денежных средств после выбытия в конце срока полезного использования основного средства. Ну, очевидно, да? Здесь все очень субъективно. Вот почему оценочное мы говорим, почему нужно составлять справки, почему нужно подтверждать всю эту информацию, потому что здесь чисто профсуждение и какие-то оценочные значения, намерение руководства относительно этих активов и так далее. Второе, вот если мы признаем, что никаких поступлений не будет, то ликвидационная стоимость может быть признана равной нулю. Также она может быть признана равной нулю, если ожидаемая сумма является несущественной. Но здесь, смотрите, опять с учетом порога нашего любимого существенности, здесь я привела 5%, это такой самый адекватный порог существенности, 5% это хороший порог. Но здесь в чем сложность? Я все-таки должна произвести оценку. То есть я должна узнать эту конкретную сумму, которая ожидается после выбытия этого основного средства, и я должна ее подтвердить каким-то образом. Тоже покажу вам, есть определенные сайты, которые определяют и стоимость лома, например, от выбытия автомобиля, если я хочу посчитать. И вот я беру вот эту определенную сумму, которая ожидается у меня после выбытия, например, в виде стоимости лома, ее рассчитываю по тонне, в рублях, точнее, за тонну, и смотрю, как у меня соотносится к первоначальной стоимости. Меньше 5%, значит, все ликвидационное равно нулю. Здесь хороший подход, но он все-таки требует определенных расчетов. Ну и третий вариант, когда ликвидационное может быть признано нулю, это ожидаемая сумма не может быть определена. Это такое, понимаете, да, то, что здесь подход хороший, конечно, но трудно его обосновать. Не может быть ожидаемая сумма определена при очень длительном сроке полезного использования, например. То есть если у меня какая-то недвижимость существует, здание, я не могу предположить, сколько это здание, после, не знаю, выбытия или его сноса будет, что какой я актив получу, сколько денежных средств через 25 лет, образно говоря. То есть здесь подход к таким основным средствам, по которым действительно сложно определить его стоимость. Вот сейчас к автомобилям тоже, по большому счету, сложно определить, почему мы ликвидационную стоимость вот сейчас рассматривали большую, потому что компания имеет намерение продать эти основные средства. А если вот вы не имеете намерения продать основные средства в виде автомобиля, то мы можем, по большому счету, вот сейчас сказать, что ликвидационную стоимость, я не могу понять, она будет, скорее всего, нулевая, потому что я не знаю, сколько будет стоять автомобиль в конце срока полезного использования, если, например, срок полезного использования еще 5 лет составляет. То есть это такой рынок автомобильный, который непредсказуем сейчас. И в целом я могу сделать логический вывод, что я не знаю, сколько будет стоить автомобиль, поэтому ликвидационный пока признаю равный нулю. Вот такие подходы. Давайте по поводу ликвидационной, значит, если она у нас все-таки высокая. Здесь работает, если не ошибаюсь, 54 пункт 36 АСА. Запишите себе, у меня прям пока свежо в памяти. Там как раз написано, что бывают такие ситуации, что ликвидационная стоимость выше, чем первоначальная стоимость. Тогда компания амортизацию не начисляет, естественно, по этим основным средствам, то есть прекращает начисление амортизации и признает у себя доход. Вот к сожалению, не знаю, к сожалению или к счастью, вот там так и написано, что мы обязаны признать доход. Поэтому если у вас такая ситуация сложилась, пожалуйста, смотрите 54 пункт 36 АСА. Наверняка там есть более подробное разъяснение на этот счет, каким образом признавать, в отношении каких основных средств, как признается этот доход. Поэтому если у вас такая ситуация сложилась, пожалуйста, в 36-й. Дальше, что мы делаем? Ликвидационную с вами определили, обосновали, все хорошо. Дальше идем на пересмотр срока полезного использования. Ну, срок полезного использования мы все прекрасно знаем. В девятом пункте ФСБУ у нас написано, что это такое. Это срок полезного использования, который определен из ожидаемого периода эксплуатации. Кстати, эти формулировки можете взять себе в учетную политику, когда будете обосновывать признание определенного срока полезного использования. Из ожидаемого физического износа, с учетом режима эксплуатации, так далее, так далее. Моральное устаревание, планов по замене модернизации. И, опять-таки, когда мы с вами перейдем к таблице, уже непосредственно вы увидите, что, в принципе, я могу обосновывать изменение срока полезного использования в сторону увеличения. Но, опять-таки, я должна их подтвердить. У меня, например, есть план модернизации реконструкции основного средства, который у меня подтвержден, утвержден генеральным директором или вашим руководителем в другой должности. Соответственно, я совершенно спокойно говорю, что да, это основное средство будет увеличивать срок полезного использования в связи с тем, что у меня есть намеренное руководство у его модернизации. Поэтому я увеличиваю срок полезного использования еще на 5 лет. Опять-таки, все мы обосновываем. Вопросов много было по основным средствам, которые полностью самортизированы. Но здесь мы с вами уже чуть-чуть коснулись раньше, что да, я могу не меньше, чем на 12 месяцев продлевать срок полезного использования. Опять-таки, если я обосную и скажу, что есть намерение о том, что это основное средство используется в моей обычной деятельности, то есть в обычной деятельности компании. Ну и следующий элемент у нас, последний способ начисления амортизации. Здесь все просто. Конечно же, большинство компаний, да не большинство, наверное, не встречал давно другого способа. Все применяют линейный способ. И наверняка он у вас и применяется сейчас. Поэтому, когда я сейчас перехожу на 6-й ФСБУ, по большому счету ничего не меняю, просто устанавливаю, пишу, что у меня будет линейный способ начисления амортизации и точка. Так, ну и вот мы все с вами элементы пересмотрели. Значит, мы списали ниже стоимостного лимита основные средства, все выкинули, пересмотрели срок полезного использования с вами, посмотрели на способ начисления, определили ликвидационную стоимость, что дальше я должна сделать. То есть по большому счету мне нужно скорректировать 0,1, и нужно скорректировать 0,2 счет. 0,1 я скорректировала путем отсечения вот этих основных средств, которые ниже стоимостного критерия. 0,2, как я корректирую, определяя новую балансовую стоимость. Вы знаете, что накопленная амортизация у нас, понятно, что она рассчитывается из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и при переходе в соотношение истекшего и оставшегося срока полезного использования. Здесь у нас формула достаточно простая, наверняка все ее применяли, ну не все, но многие применяли ее ранее, когда пересматривали сроки полезного использования. Здесь все просто. Разницу накопленную, то есть накопленную самую амортизацию я делю на срок полезного использования, который установлен по результатам пересмотра на новый, и умножаю на фактический срок полезного использования, который у меня был до 1 января 2022 года. Вот таким образом я рассчитываю на накопленную амортизацию, которая связана с переходом на новый ФСБУ. Ну вот у меня сформировался, получается, 0-1 счет, сформировался новый 0-2 счет в связи с применением вот этой формулы, и в общем-то все. И в целом я иду тогда на финиш уже и произвожу списание разниц, которые у меня получены в результате пересчета. Сейчас на Excel я поподробнее покажу, вам будет, может быть, более понятно, если сейчас пока непонятно. Здесь все. Я в Excel посчитала, сколько у меня 0-1, смотрю, было-стало, сколько 0-2, было-стало, и, исходя из этого, формирую уже проводки на 84-м счете, списываю 0-1, списываю 0-2 и формирую таким вот образом 84-й счет и, в общем-то, свою чистую прибыль, которая будет сформирована в УФР. Здесь я не добавляла, но на словах скажу, не забывайте, что здесь корректировки еще пойдут 77-09 на 84-й, то есть помним всегда про 18-й ПБУ. Вот, коллеги, Виктория, давайте по вопросам пробежимся перед тем, как я на Excel-табличку уйду. Есть что-то у нас интересное? Да, тут еще немало вопросов. Ну, я так понимаю, что жаркие дискуссии там в чате развернулись по поводу лимита для основных средств. Ну, вот комментарий от Ивана прочитаю. То есть Иван считает, что лимит существенности должен быть указан в учетной политике с учетом сути признания основного средства, то есть определения основного средства согласно стандарту, а не для того, чтобы минимизировать их количество в учете, указав лимит в 100 тысяч. То есть лимит должен быть основным, например, 1 тысяча рублей, так как под эту сумму уже подпадает большое количество товаров, которые следует признавать в качестве основных средств, если они участвуют в рабочем процессе и сроках службы более 12 месяцев. Ну, я, насколько слышу, Ольга, вы тоже обращали внимание, что лимит должен быть обоснованным. Да, здесь отчасти соглашусь с Иваном, но, Иван, отчасти согласна с вами. Здесь вопрос не в том, что нам нужно признать какой-то критерий. То есть, понимаете, истина не там, что я должна какой-то процент установить, а важна суть. То есть, учитывая то, что это все-таки больше греха таить, это международный стандарт, просто переписанный в СБУ. Поэтому здесь подход немножко другой. Здесь подход именно к сути основного средства. Ну, здесь вот я с вами соглашусь, да, то есть к сути основного средства. Если у меня действительно в моей обычной деятельности используются основные средства, которые стоят меньше 100 тысяч рублей, я их буду использовать еще 25 тысяч лет, ну, грубо говоря, да, то, конечно же, это основное средство. То здесь нужно профессиональное суждение, безусловно, применять, не применять формальный подход, совершенно с вами соглашусь. Никакого формального подхода здесь быть не может. Поэтому я тоже всегда на всех вебинарах, всем клиентам, когда консультирую, тоже говорю, исходите из своих потребностей. Потому что нам нужно сделать так, чтобы наш баланс, информация, которая предоставляется в бухгалтерском балансе, она была объективной для тех пользователей, которые будут пользоваться этой информацией. Наверняка вы видите, что сейчас идет серьезный тренд на то, что бухгалтерская отчетность, не налоговая, хотя налоговая вроде все думали, что раньше, да, то есть что там, кому эта бухгалтерская отчетность нужна, кроме аудиторов вообще никому не нужна. Нужно вот налоги посчитать, и все хорошо. А сейчас вот тренд идет на то, что бухгалтерская отчетность повышает свою информативность очень существенно. И вот применение этих, внедрение этих стандартов, вот я прям вижу, что это тренд на то, чтобы отчетность была максимально объективная. Поэтому, конечно, здесь нужно исходить из сути. Идти, отталкиваться от сути компании, от сути ее деятельности. И идти вот в сторону перехода на шестой, не по формальным признакам, а именно исходя из того, а что у меня в балансе-то получится, какие у меня активы в итоге останутся в балансе. А если у меня что-то, понимаете, просто если у меня останется 150 принтеров по 55 тысяч рублей, ну, согласитесь, что это вряд ли актив, который, можно сказать, основное средство, которое используется в производственной деятельности. Но оно используется в производственной деятельности, но мы понимаем, что косвенно, если только я не какой-то печатный завод. То есть, смотрите, здесь нужно исходить из сути. Поэтому 50 на 50 соглашусь с вами, Иван, но не целиком. Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли не устанавливать лимит стоимости к определенным активам, например, к тем, которые подлежат государственной регистрации? То есть, такие активы независимо от стоимости относить к основным средствам, остальные активы относить к основным средствам в пределах установленного лимита? Нет, был такой вопрос подобный. Нет, коллеги, так нельзя. Мы применяем единый подход. Мы не можем для одной группы один подход применить, для другой группы другой. Может быть, это было бы удобно, но, к сожалению, нет. Следующий вопрос. Торговая компания, очень много оборудования с нулевой балансовой стоимостью. Но этим оборудованием мы пользуемся. Мы восстановили амортизацию по этим основным средствам. Дебет 0,2-го, кредит 84-го на 31 декабря 2021 года. В течение года будет начисляться амортизация. Дебет 44-го, кредит 0,2-го. Не знаю, как вам на слух. В конце года, 31 декабря 2022 года, мы должны будем списать сумму амортизации по этим основным средствам с 84-го счета. То есть, еще раз, да, восстановили амортизацию на 84-й счет на 31 декабря 2021 года. В течение года начисляют амортизацию и спрашивают, нужно ли списать сумму амортизации с 84-го счета в конце 2022 года. На первый взгляд, нет. Зачем? Если я ввела основное средство 84-й, я похоронила в 21-м году, корректировки все. Сейчас я восстановила основное средство, говорю, это мое основное средство. И я его в текущем периоде амортизирую. На 84-й попадет, но только через списание 44-го или какого-то там другого расчетного затратного счета. Нет, на слух нет, мне кажется, нет. 84-й тут ни при чем. Он сформируется, но другим способом. То есть, через 90-е счета и через закрытие 90-го, 99-го и, соответственно, на 84-й. Так, мне кажется, нет. Если что-то не поняла, еще раз спросите по-другому. Спасибо. Следующий вопрос от Натальи. С учетом перспективы ликвидации компании, то есть компания собирается ликвидироваться, необходимы ли основные средства с 1 января 2022 года учитывать по ФСБУ-6, то есть изменить срок полезного использования, пересчитать амортизацию. Основные средства находятся на консервации. То есть, я так понимаю, вопрос, мы собираемся ликвидироваться, но можно ли не применять? Поняла. Значит, смотрите, консервация, у нас вариантов нет, то есть все должны все равно перейти на шестой. Консервация в шестом такого понятия нет сейчас. То есть не существует такого понятия, как консервация. Грубо говоря, вы должны все основные средства вывести из этой консервации. Но здесь, смотрите, какой нюанс мне пришел в голову. Я не изучал этот вопрос, но на первый взгляд давайте порассуждаем. Если у меня существует критерий признания основного средства, стоимостной лимит и так далее, и один из критериев признания основного средства – это его существование, использование более 12 месяцев. Если я говорю о том, что у меня компания ликвидируется до конца, то есть надо исходить из сроков ликвидации. Если у вас имеется намерение ликвидироваться в течение 2022 года, то, конечно, это не основные средства, которые по критериям. То есть мы не можем признать по критериям основных средств их основными средствами, потому что они не будут использоваться, потому что они не приносят для деятельности никакой пользы, не используются в обычной деятельности и в целом будут ликвидированы. Ну, хороший вопрос, но здесь нужно еще смотреть, при ликвидации же существует особый порядок учета, поэтому вам нужно посмотреть во взаимосвязи с порядком учета при ликвидации компании, что там будет происходить. Но логически, если размышлять, то нет, это не основные средства уже для меня, поэтому, может быть, я уже могу их исписать в целом. Но это такой вопрос сложный, с подвохом, с небольшим, его нужно рассматривать комплексно, со всех сторон посмотреть. Спасибо. Еще вопрос от Михаила. Правильно ли мы понимаем, что если раньше была переоценка основных средств, а сейчас переходим на первоначальную стоимость, то теперь переоценки больше не будет, а будем проверять только на обесценение? Да, да. В целом, думаю, правильно понимаете. То есть, если у нас как бы рыночная стоимость выросла, то ничего не делаем? Здесь, смотрите, мы шестое обнулили, если я правильно поняла, мы шестое обнулили, поэтому у нас мы теперь живем по-новому только по шестому ФСБУ. Поэтому здесь, если я меняю подход, то есть я меняю свои положения изменения учетной политики, если я меняю подход к учету основного средства, то и учитывать я его буду только уже по шестому, по-новому ФСБУ. То есть, если я решила делать по первоначальному, то все, я все остальное забываю. И переоценку я буду уже осуществлять, если я вдруг приму решение снова его переоценить. Мне кажется, все верно, логика верна. Вот еще комментарий от Ивана, с которым вы, так сказать, виртуально дискутировали. Иван хочет тогда уточнить, у вас был пример про 50 принтеров там что-то или 100 принтеров по цене 55 тысяч рублей. Вот Иван спрашивает, хорошо, вот если как бы эти принтеры, я так понимаю, не признавать основными средствами, какой тогда будет контроль? Например, за этими принтерами, если не признавать их в качестве основных средств и не закреплять за ними материально ответственных лиц на весь срок их эксплуатации. Контроль очень прост. Вы знаете, это моя любимая тема, Иван. Я долго могу рассуждать на нее по поводу системы внутреннего контроля в компании, в принципе. Все пришли к тому, что это забаланс. Мы вводим, на забалансе мы можем ввести бесконечное количество счетов, субсчетов, сколько мне влезет. Все компании пришли к тому, что это забалансовый учет на определенном каком-то, может быть, даже не цифровом, а буквенном счете, закрепление материально ответственных лиц за этими основными средствами. То есть, по большому счету, ничего не поменяется, просто я выведу их из баланса, из счетов, которые у меня учитываются, так сказать, наверху. А спущу их вниз на забалансовый учет, и также с удовольствием буду их контролировать. И забаланс тоже могу инвентаризировать, никто мне не запретит абсолютно. Ну, в общем-то, мы так и делали, да, МПЗ, всегда так контролировались. Только выделите отдельный счет, чтобы не путаться, потому что не скидывайте все в одну кучу. Сейчас некоторые начали на вот этот счет МЦ кидать, основные средства. Не советую этого делать, вы просто запутаетесь, и все это потеряется у вас. Выделите отдельный, заведите, и все будет хорошо. Все, пока все, Ольга, вопросов больше нет. Спасибо. Отлично. Так, ну, значит, сейчас я остановлю ненадолго, чтобы вам показать Excel-табличку, как это непосредственно у нас будет выглядеть в справке. Я вот призываю вас скринить, принт-скринить, если у вас есть желание. Вот смотрите, мы составляем на основании вот той информации, о которой мы сейчас с вами получили, большое-большое количество знаний, как составить бухгалтерскую справку, как обосновать лимит, по каким этапам пройтись. Я вам предлагаю бухгалтерские справки, которые вот письменные, да, мы прописываем словами. В целом так и составить, то есть написать в них прям поэтапно, вот как идет у нас по Фейсбу, как мы с вами сейчас проговорили, прям поэтапно логику расписать, и вот эта логика, она реализуется вот в такой таблице, которая является приложением к этой бухгалтерской справке. А в этой табличке что у нас есть? Вот смотрите, зеленая часть – это то, что у меня есть, то есть это информация, которая сейчас присутствует в учете. Эта информация взята из ведомости амортизации. Здесь вы знаете прекрасно, что и номер, и даты принятия к учету, и амортизация, остаточно все это есть, и элементы, какой был срок, это все прекрасно. В группы, вы понимаете, да, что в группы тоже все это закрепляется у меня в ведомости амортизации, каким образом распределены. И вот дальше, смотрите, я вам предлагаю идти на фиолетовую часть. Вот эта фиолетовая часть – это расчет последствий изменения учетной политики. Здесь с началом применения новых сидений чуть-чуть не помещается, но я сделала покрупнее, чтобы вам было видно просто. И здесь тоже, вот смотрите, выделила прям вот столбцами несколько этапов, которые мы с вами тоже уже в целом проговорили. То есть первым этапом – корректировка состава объекта основных средств, которые являются несущественными. Вот, например, у меня пример вот здесь. По основному средству стоимостью, сейчас я пробегу вот так. 63 тысячи рублей, а я признал 100 тысяч рублей. Смотрите, в каждый столбец добавляйте информацию, которая называется обоснование. Вы и себе будете проще сделать, и аудиторам проще сделать, и не забудете никогда, почему вы то или иное основное средство списали или признали, например, другой срок полезного использования. И вот таким образом к каждому основному средству я смотрю, какой критерий у меня применен, не применен. То, что не… Вот смотрите, вот здесь строка накопленной амортизацией, сразу проводка, дебет 02-кредит 84. Я понимаю, что это основное средство у меня будет списано. Оно и по критерию попадает у меня ниже 100 тысяч рублей, и с амортизированно вообще в принципе. Поэтому вот первый, значит, столбец, корректировка, как мы с вами по этапу пробежались, корректировка стоимости. Второй этап большой – это пересмотр элементов. Тоже мы с вами только вот про него уже закончили говорить. Элемент – способ начисления амортизации. Здесь все просто, линейный способ везде устанавливаем. Ликвидационная стоимость – второй элемент. Здесь сложнее, да, то есть смотрите. У меня здесь в этом примере есть ожидаемая к поступлению сумма от выбытия не может быть определена. Вот как раз она указана в категории «здание», да, то есть вот пример, который я вам приводила. К «зданию» сложно определить. А есть вот несколько примеров, посмотрите, по транспортным средствам, как раз по лому. Ссылки на… Ну, в принципе, я думаю, что МСК «Лом.ру» все знают, то есть я даже не буду его показывать, где можно это определить. Здесь произведен расчет, да. Вот смотрите, например, расчет, и написано, что предполагаемая сумма от выбытия 1,3% от первоначальной стоимости, да, то есть поэтому я тоже установила здесь критерий ноль. И вот так по основному средству, по каждому мы также. Или вот следующий вариант – не ожидается поступление от выбытия объекта основных средств в конце срока полезного использования по производственному и хозяйственному инвентарю. То есть оно будет настолько изношено, что никаких уже ожиданий у меня от этих основных средств не существует. Вот. Значит, способ начисления сами посмотрели, ликвидационную указали, обосновали. Дальше идем на изменение срока полезного использования. Здесь указываем из тех же срок полезного использования. Вот столбец изменения срока полезного использования в связи с проверкой на соответствие условиям использования, да, то есть продлеваем или не продлеваем, и срок полезного использования по результатам пересмотра. Здесь тоже понимаем, что это профсуждение, которое нужно обосновать, которое нужно просчитать, посмотреть, что в итоге у меня получится. Здесь у меня, например, есть пересмотр, есть отсутствие пересмотра, то есть ноль, никакого изменения. Есть пересмотр в сторону уменьшения, потому что замена объекта не предусматривается основного средства руководства, нет никаких намерений по модернизации и реконструкции, но, тем не менее, основное средство используется в деятельности, поэтому я продлеваю. Ну да, и вот здесь на каждое основное средство также я обосновываю, пишу, что нет намерения о замене или какие-то другие обоснования, которые объективно существуют в вашей компании. И последний столбец, уже непосредственно результат. Что у меня получилось? Достоимость на 31, 12, 21 с учетом корректировок, первоначальная, понятно, остается та по тем основным средствам, которые у меня остаются в балансе, амортизация новая, вот здесь формула я пересчитала с учетом нового срока, если он новый, что с ним происходит, накопленная амортизация, какая будет у меня 31, 12, 21, и остаточная стоимость. И вот Excel нам помогает в том, что я могу уже на конец года посмотреть, что у меня остаточной стоимости, сколько у меня амортизации, сколько у меня первоначальной, сравнить с той информацией, которая у меня была на начало года, то есть до пересмотра, образно говоря, до пересмотра, что у меня происходило, и посмотреть непосредственно, какие у меня корректировки должны быть внесены. Вот путем сравнения вот этих показателей трех я могу сформировать как раз проводки 02.84 и 01.84 счета. Вот, коллеги. Ну, давайте еще так, я обещала вам показать справку по поводу проверки на обесценение, поэтому тоже не буду вас обманывать, покажу эту справочку. Здесь полностью все завязано на 36-й. И у вас? Да, смотрите, в целом мы можем прописать все вот эти признаки, потенциальные, внешние, потенциальные и внутренние признаки обесценения основных средств, они прописаны в 36-м ААС, и мы можем оттуда их взять. Почитайте повнимательнее, они такие, ну, в нынешних условиях, может быть, есть какие-то нюансы применения, но в целом, в основном, да, если нет намерения на реальные обесцените основные средства, то можно сделать так вывод о том, что внешние и внутренние признаки обесценения отсутствуют. Фактически данное моральное устаревание, фактически это закрепленное непосредственно, да, то есть выраженное в деньгах. Отсутствуют какие-то намерения в степени или способы использования предполагаемого использования, то есть у меня основное средство как использовался, так и будет использоваться. Существуют и иные внешние признаки. Здесь, смотрите, здесь все идет от вас, от вашего намерения. Почитайте эти в АСе указанные, эти внешние. Вот АС-36, он так называется, обесценение активов. Там увидите все эти признаки, просто прогоните, да, свое основное интерес к этим признакам. Смотрите, нужно, не забывайте, что это нужно делать на конец года. И здесь тоже можно сделать вывод и тоже можно написать, да, то есть, к чему я пришла в итоге. По основным средствам нужно мне обесценить или нулю. Это уже мы на конец года с вами будем говорить. Вот, коллеги, поэтому я вам все максимально показала, рассказала. Больше я вам рассказывать, показывать ничего не буду. Давайте посмотрим, есть ли какие-то вопросы еще у нас на эту тему. А, единственное что, единственное что, Виктория. Да, я вот хочу спросить, прежде чем мы перейдем, тут вопросы еще есть, уточнения? Конечно. То есть, я смотрю, что сегодня поток вопросов в общем-то. И вот мы как отдел консалтинга тоже ощущаем это на себе. Эксперты, специалисты по бухгалтерскому учету завалены вопросами по шестому ФСБУ и по двадцать пятому ФСБУ. Скажите, вот, Ольга, а сейчас есть какая-то вот новая тенденция, будем говорить, в аудиторских проверках? То есть, я знаю, что наши клиенты начинают первый этап аудита уже по итогам полугодия, как правило, чтобы сэкономить время в отчетный период. Сейчас вот есть что-то, да? Да, у нас новая тенденция. Конечно, я вам говорю, первый тренд, который я озвучиваю, мы действительно его чувствуем, это на увеличение значимости информации, которая отражена в бухгалтерской отчетности. Во-вторых, двухэтапные аудиты действительно сейчас очень популярны, и лето у нас уже практически расписано. То есть, компании понимают, что сейчас, да и вы сами знаете, кто главбух, да и кто бухгалтер просто, вы видите сами, что учет становится сложным, да, применение ФСБУ сложное, 25-й еще сложнее, 6-й тоже сложный. Компании некоторые уже даже перешли, но все равно прекращают нас на первый этап проводить сейчас летом аудит, чтобы проверить, а правильно мы перешли вообще? И как выясняется, зачастую 6-й ФСБУ не так уж правильно переход осуществляет один из КПХ, но я надеюсь, что они доработают. Поэтому, конечно, тренд на двухэтапный, на двухэтапный по 22-му году он очень сильный, очень сильный, потому что... То есть, чем быстрее ошибку обнаружишь, тем меньше переделывается. Конечно, и пересчетов, представляете, сколько меньше делать, особенно по 25-м, а кто арендует много или сдает в аренду, это же вообще... А лизингодатель, лизингополучатель, тоже очень много вопросов. Поэтому, да, на двухэтапный, на лето... Поэтому можно всем порекомендовать, если вы, тем более, подлежите обязательному аудиту, начинайте первый этап аудиторской проверки уже сегодня в нашей компании или там у своих, у аудиторов вдруг, да, если вы с ними не можете расстаться. И перейдя по QR-коду, буквально за одну минуту вы можете узнать стоимость аудиторских услуг приблизительно в нашей компании. И еще, кстати, хочу заметить, что вот мы оказываем аудиторские услуги не только по проведению обязательного финансового аудита, да, мы проводим и налоговый аудит, и оптимизационный аудит с углубленной проверкой, то есть с проверкой, если так, упрощенно управленческого учета, но, как сейчас модно говорить, фишка нашей компании, это системно-комплексный аудит с углубленной проверкой налогового учета и страховкой от налоговых претензий. То есть мы проверяем компанию, даем свои рекомендации по устранению рисков, и если клиент следует нашим рекомендациям, но налоговая приходит и что-то доначисляет, мы предоставляем юридическую поддержку, наши юристы защищают интересы клиента в налоговых органах и делают это в течение трех лет после того, как мы провели проверку, и если вдруг отбить доначисление не удается, компания Ингострах компенсирует штрафы и пени. Хочу сказать, что когда рассказываю о том, что у нас есть страховка от налоговых претензий, иногда некоторые скептически говорят, замечательно, страховка есть, но как только наступит страховой случай, еще неизвестно, как будет работать страховая компания. Вот, Ольга, скажите, работает ли действительно страховка от налоговых претензий? Я знаю, что у нас уже такой опыт был. Да, у нас недавно был очень положительный опыт. Конечно, это случается редко, это случается редко, когда срабатывает страховка. Вы знаете, что большинство компаний аудиторских, конечно, имеют эту страховку, но мы вот сейчас на практике увидели, чем наша страховка отличается от страховки любой другой аудиторской компании. Действительно, был очень сложный кейс, был очень сложный случай. Подключались, дело было в том, что компания недоначислила, да, то есть в другой бюджет перечислила часть налога на прибыль, и были серьезные штрафы и пенни, связанные с тем, что три года попало. Здесь они были, конечно же, сработала страховка, которую мы говорим очень много, но здесь страховка любой другой аудиторской компании, во-первых, срабатывает через суд только, у нас досудебное регулирование, да, то есть всех претензий происходит, мы договариваемся с нашим клиентом и непосредственно с страховой компанией. Во-вторых, сейчас получилось так, что этот кейс сработал именно тогда, когда был повышенный процент на кредиты, когда налоговая грозила блокировкой расчетного счета, в связи с тем, что компания недоплатила, да, налог на прибыль. То есть она заплатила полностью, насколько я помню, налог на прибыль, но не по месту нахождения обособленного подразделения, а по месту нахождения головы, и надо было эти деньги, по сути, перебросить. Можно, нужно было, да, межбюджетное регулирование произвести. Но чем наша компания отличается? Вот я вам серьезно говорю, как на духу, мы мобилизировались полностью максимально, мы мобилизировали своих аудиторов, которые осуществляли расчеты, пересчеты, осуществляли расчеты этих процентов, заполняли налоговые декларации, максимально старались помочь клиенту, чтобы ускорить этот процесс. Подключились наши юристы, которые работали непосредственно с им гострахом, урегулировали этот вопрос, согласовывали сроки. Подключились наши налоговые юристы, которые обращались везде, где только можно, потому что ситуация у Компания была и есть производственная компания, которая, естественно, восстанавливать производство не может. Блокировка счета – это серьезное, это кредитование и высокие проценты. А блокировка счета может производиться на длительный срок, а межбюджетный зачет может вообще три месяца идти. Поэтому наши юристы писали везде, где только можно, обращались в налоговую инспекцию непосредственно и в обособленное подразделение, и в голову, обращались даже к бунтсмену, то есть по правам предпринимателей, говорили, что вот сложные ситуации, обращаемся к вам, что вот такая… Потому что, в принципе, налог-то… Но все закончилось хорошо. Конечно, все закончилось хорошо. Межбюджетный зачет провели? Очень быстро. То есть потом клиенты и компания уже давали нам обратную связь о том, что мы не ожидали, что за несколько недель буквально произойдет зачет, произойдет возмещение страховое, да. То есть мы буквально решили этот вопрос за пару недель всего. То есть ингострах компенсировал нашему клиенту пением? Полностью, да. Пение полностью компенсировано, пение штрафы тоже будут компенсированы. Поэтому клиент сам не ожидал, что это произойдет в такие быстрые сроки. То есть мы, грубо говоря, в мае начали и в мае и закончили все это. С одной стороны, нам неприятно признавать, что действительно аудитор, который проводил проверку, не увидел… Ну, вообще, конечно, ошибка просто на уровне первого класса, поэтому и глаз… Как и бывает. Да, с одной стороны, нам неприятно это признавать, но с другой стороны, мы видим, что действительно страховка… Да, мы гордимся тем, что страховка сработала… С каждым может случиться, да, то есть можно просмотреть, тем более это данные налогового учета, вот, поэтому всем рекомендую, да, не экономить на аудите, а как в рекламе действительно заказать полезный и аудит со страховкой, и как в рекламе спать спокойно. Вот, и еще можно пролистать слайд? Конечно. Ага. Как я и обещала, компания «Правовеста аудит» ну, такой своеобразный подарок делает сегодняшним участникам мероприятия. Мы вас приглашаем на вебинар 31 мая в 14.00, будем обсуждать миллионы на расчетном счете, хорошо это или плохо, то есть мы будем обсуждать, как планировать денежные потоки, чтобы денег компании хватало, да, и отчет о движении денег в компании, то есть как сделать, чтобы он был реальным, да, и мы могли строить какие-то на нем управленческие решения. Вебинар будет проводить Татьяна Балтер, у меня почему-то съехала, это наш руководитель практики управленческого учета, поэтому всем рекомендую записаться совершенно бесплатно, прийти на наше мероприятие и посмотреть, вы тоже сможете задать Татьяне вопросы. По QR-коду можете перейти на наш сайт и записаться на вебинар, очень рекомендую посетить это мероприятие. Управленческий учет сейчас очень важно, и как я уже сказала, мы проводим и оптимизационный аудит, то есть проводим аудит управленческого учета, наши аудиторы могут подсказать, да, какие расходы можно пересмотреть, что уменьшить, что сократить, да, дают такую, я знаю, дорожную карту. Ольга специалист как раз тоже в этом вопросе, и даже мы помогаем с установкой программного обеспечения по управленческому учету, именно отечественные у нас поставщики есть вот этого программного обеспечения. Ну и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вы можете узнавать только проверенные новости и также задавать вопросы по антикризисным поправкам совершенно бесплатно. Вот, с вашего позволения я сейчас перехожу к вопросам, да, Ольга, какие нам еще задали. Так, сейчас, секундочку. Так, вопрос от Марии. Если основное средство уже самортизировано в 2015 году, но мы продолжаем использовать его в настоящее время и планируем еще использовать 5 лет. Модернизацию не планируем, то есть старое основное средство полностью самортизировано, но еще в эксплуатации. Добавляем срок полезного использования на 5 лет или не более 12 месяцев, и потом каждый год добавляем срок полезного использования. То есть они предполагают, что еще 5 лет прослужат. Я полагаю, что можно добавлять на 5 лет сразу. Это нормально. В практике это существует. Можно добавлять на любой срок, который я могу обосновать. Спасибо. Следующий вопрос. Расскажите про лом, пожалуйста. Конституционную стоимость в вашем примере в таблице Excel подробнее, если можно, чтобы точно понять, как вы посчитали стоимость лома. То есть, видимо, как определить вес автомобиля, который будет скрываться на лом. Можно. Вес автомобиля. Я не техспециалист. Смотрите, единственное, что я знаю. Сейчас я вам покажу демонстрацию. Все-таки сделаю, чтобы вы увидели тоже. Есть вот такое. Видно, да, Виктория? Вы смотрите. Вот есть такой сайт. Он так и называется. ВВ Ломы МСК Ру. И здесь видите автомобили. По весу, конечно, я вам не подскажу. Автомобили все разные. Не могу вам сказать, сколько он будет весить. Наверное, специалисты на Ломы МСК знают, сколько приблизительно весит один или тот или другой автомобиль в виде лома. Поищите вот здесь, посмотрите, скриньте. Может быть, найдете ответ на свой вопрос. Вот такой сайт по автомобилям существует. Спасибо. Так. И Ирина, простите, может, что-то пропустила. Срок полезного использования можно сейчас уменьшать? Можно. То есть, видимо, если ошиблись. Ну, Ксения спрашивает, будет ли у нас доступен Excel-файл. То есть, Ксения, я… Да. То есть, вы получите презентацию нашего спикера. А если хотите Excel-файл, я вам расскажу, да, по секрету. По секрету. Конспект, да, конспект сегодняшнего мероприятия. И даже больше. У нас проходят круглые столы с практическим примером. То есть, они длятся дольше, чем сегодняшний вебинар. И у Ольги уже было несколько таких круглых столов. У нас есть даже конспект. На нашем сайте вы можете приобрести запись круглого стола, конспект круглому столу. И там таблицы в Excel будут. Да, Ольга? Да. Насколько я знаю, круглым столам мы даем все практические материалы. Вот поэтому, пожалуйста, на нашем сайте все доступно. Можете получить табличку в Excel. Про расчет амортизации с учетом модернизации. А, да, да, не рассказала. Ну, смотрите, сейчас при переходе, не буду врать, вот все, что вспомню, расскажу в Одинесске. Модернизация, пересчет амортизации по-новому осуществляется с учетом модернизации, как будто бы она была сразу произведена. Если у меня модернизация была произведена позже, то лучше ее, наверное, открепить. Вот это будет корректнее, пересчет будет корректно сделан. В самой амортизации открепить, отделить от самого основного средства, если это возможно. И посчитать отдельно, да, тогда будет корректная пересчет амортизации, которая уже накоплена. Если невозможно, ну, наверное, придется руками это делать. Мне кажется так. Пока на практике, вот я встречала, что пересчет осуществлен неправильно, и люди считали руками вот эти все пересчеты производили. Потому что там действительно идет искажение, и оно приличного размера выходит. Да, поэтому ручками, к сожалению, да. Спасибо. Вот как бы опять комментарий от Ивана. То есть у вас такая сегодня прям дискуссия виртуальная, можно так сказать. Иван говорит, Ольга, мы же двигаемся в сторону не просто сближения с МСФО, а перехода на МСФО. Поэтому нужно понимать, что в МСФО забаланса нет, и бухгалтерам лучше сразу отвыкать от забалансового учета. Так, Иван, ну здесь я вам возражу, потому что МСФО, если вы знаете, это международный стандарт финансовый отчетности, отчетности, а забалансовый учет – это счет учета, понимаете? Поэтому вы знаете, что в международных стандартах, в принципе, в иностранных компаниях, которые их применяют, учет вообще не имеет большого значения. Да, мы можем писать дебет-основное средство, кредит-поставщики, мы так и писали, да, там, когда СССИ все учили. А у нас все-таки такой более российский, такой немножечко скорректированный переход на международные стандарты пока, да, то есть мы переходим по-своему на них, поэтому учет для нас важен. То есть забаланс – это все-таки учет, а МСФО – это все-таки отчетность. Поэтому здесь не вижу никакого противоречия абсолютно. Российские и Италии, вот так он называется. Тем более, я так понимаю, что с забалансом мы будем учитывать то, что для нашей отчетности мы считаем несущественным, да, поэтому, наверное, это наш внутренний учет, по сути, чтобы не украли. Так, следующее. Ксения, добрый день. Подскажите, пожалуйста, компания установила лимит в 40 тысяч рублей, компания списала основные средства ниже лимита, но только те, которые в налоговом учете не амортизировались. Правильно ли это? В налоговом учете основные средства так и остались основными средствами. Так, еще раз прочитаю. Смотрите, в налоговом учете у нас 100 тысяч. Как основные средства в налоговом учете стоимостью 40 тысяч остались? Еще и амортизировались. Компания списала основные средства ниже лимита, но только те, которые в налоговом учете не амортизировались. Амортизировались. Ну, видимо... Ниже ста. Да. Так. Правильно ли это? Правильно. Нет, но только те, которые не амортизировались. То есть в бухгалтерском учете компания установила лимит 40. Списала все, что ниже лимита, которые в налоговом учете не амортизировались. А так они и так не амортизировались, если меньше 40. Что-то непонятно. В налоговом учете основные средства так и остались основными средствами. Что-то я даже с точки зрения налогов не поняла. В налоговом учете основные средства так и остались основными средствами. То есть если они были больше 100 тысяч, они, конечно, остались. Если они были меньше 40 тысяч рублей, то в налоговом учете у вас не было основных средств. Это я уже с точки зрения налогов. Поэтому, Ксения, мы что-то не поняли ваш вопрос. Это диссонанс какой-то, да. Да, что-то мы не поняли как-то. Или вы немножко ошиблись при формулировке. Так, следующий вопрос. Есть регламентный документ перевода основных средств в малоценное оборудование. Несущественные основные средства ниже установленного лимита были списаны по данному документу и была сделана проводка 902, кредит 01. 901, кредит 01. Ну, там разные случаи. Да, верно. Никакого счета 84-го данный документ не применяет. Так, да. В чем вопрос? Не знаю, видимо. Нет, смотрите, перевод в малоценное и переход на ФСБУ-6 разные вещи. Вот, наверное, в этом вопрос. В этом, я думаю, да, корень зла. Потому что мы не переводим ничего в малоценное. Мы делаем, осуществляем операцию переход на ФСБУ-6. Это другая история. Мы не делаем никакого перевода. То есть, я правильно понимаю, когда мы переходим на 6-е ФСБУ, у нас все через 84-й счет, а не по субсчитам, как вот в этом примере. Вопрос от Павла. Что делается с накопленной на счете 83 переоценкой по переходу на ФСБУ-6? То есть, у нас, видимо, на 83-м счете были результаты переоценки основных средств. А что теперь с ними при переходе на 6-й ФСБУ? Поняла. В связи с чем вопрос возникает? Здесь масса вариантов. Смотрите, вряд ли эта переоценка была по тем основным средствам, которые ниже 100 тысяч рублей сейчас у меня будут списаны. Наверняка это переоценка по основным средствам, естественно, в виде недвижимости или еще чего-то такого крупного. Если это так, то ничего с ней не будет. То есть, вы, так как она была, вы продолжите применять способ учета, например, если это инвест-недвижимость по переоцененной стоимости, и она так и будет там бродить. Также посмотрите по 36-му АСУ, как это происходит. А нет, не 36-й, там другой будет АСУ. АСУ по переоценке. Там определенный способ учета, как это все движется, ничего не будет происходить. Если только вы не соберетесь его продавать или еще что-то делать, или менять подход к учету, тогда там будет какое-то движение на 83-м атакте. Мне кажется, ничего не будет происходить. А если стоимость рыночная упадет, то мы отразим уценку, да? Да, там уценка-переоценка точно так же практически будет регулироваться. Но там в зависимости идет, опять, если мы поднимаем знание международного стандарта, то там идет в зависимости от того, что это за основное средство в целом, то есть где оно применяется, в каких целях. Исходя из этого, там будет исходить движение уже на определенные счета. Или это будет через капиталы ходить, или через это финансовые результаты будут ходить и так далее. Вот Ольга, Светлана просит еще раз показать справку на экране. Ну, я так понимаю, ту, которую вы последнее показывали. Справку об уценке, да, насколько я помню. Об обесценении? Да, об обесценении, да. Светлана, об обесценении показать, да? Ну, мне кажется, Светлана, если вы хотите делать спринт-скрин, то она очень длинная. Она длинная. Только видео, если... Она три листика. Поэтому, ну, как бы... Если только структуру... Здесь ничего такого нет. Да, да. Это просто обоснование, что такое обесценение, да. Немножко здесь аналитики, анализ наличия признаков обесценения, посмотреть по группам, первоначальная амортизация балансовая, то есть выделить все основные средства, которые проверяются на обесценение. И вот эта часть, вторая, это просто как раз идет из 36-го АСА. Вот эти информации о том, что за внешние, что за внутренние признаки обесценения. Просто каждое, вроде, основное средство, которое я перечислила, я тестирую вот по этим признакам, по всем. Можно здесь еще добавить дополнительно, написать вывод, присутствует, отсутствует обесценение или нет. Спасибо. Так, ну, еще вопрос от Натальи. Компания до 21-го года, до 1-го и дворя 21-го года применяла нелинейный способ амортизации. Как ей перейти на линейный способ амортизации по ФСБУ-6? При этом в бухгалтерском учете какие-то основные средства полностью самортизировались, но используются, а какие-то нет. Хороший вопрос. Но здесь я думаю, что вам сложно будет это сделать, потому что нужно будет пересчет делать полностью на численной амортизации. То есть если вы хотите, мы можем сделать линейный способ, не проблема, но тогда вам нужно будет вот эту корректировку, которую я показываю в Excel-табличке, пересчет делать не только по признаку срока полезного использования, но еще и по способу амортизации. То есть там формула просто будет более сложная. И вам вот эта сумма амортизации, которая итогу на 31-е декабря 21-го года сформируется, она будет просто еще скорректирована на способ начисления амортизации. То есть она будет какой-то, я не знаю, непредсказуемой, нелинейной, давно не встречала. То есть у вас будет просто более сложный пересчет, накопленный уже амортизация в связи еще с изменением и способом начисления. А так больше времени потратить. Ну, при желании мы готовы задуматься над этим вопросом. Я знаю, что у нас есть такие проекты по переходу на 6-й ФСБУ, по 25-й ФСБУ. Отдельная. Вы можете сделать запрос на расчет, у вас-то совершенно не займет много времени, на расчет оказания услуги по переходу на 6-й ФСБУ. Мы оказываем такую отдельную услугу. То есть в любом случае обращайтесь. Компания «Правовестаудит». Можете просто позвонить, если забыли. То есть у вас будет презентация, можете перейти по QR-коду, по ссылке. То есть задать ваш вопрос или написать нам, что вы хотите. И буквально в течение часа вам ответят, созвонятся, сколько будет стоить. Все оценим, все сделаем. Если есть такое желание, обращайтесь. Ну, пока все вроде. Вопросов нет на все, что задали. Ольга ответила. Большое спасибо. Очень интересный был вебинар. Спасибо большое Василе, что дала нам возможность провести вебинар. Василя, вам слово заключительное. Да, коллеги, спасибо огромное. Мне кажется, вообще вебинар получился очень мощный. Виктория, Ольга, спасибо вам огромное. Вот я хочу... Конечно, у нас в чате море благодарность. Вот я хочу зачитать комментарии Ирины. Ирина говорит, что проходила у вас аудит и очень пожалела, что раньше не обратилась. Потому что она получила столько профессиональных рекомендаций и советов в работе. И главное, все проходило в очень дружелюбной атмосфере и без нервов. В общем, спасибо огромное. Большое спасибо, Ирина. И я хочу сказать, что у нас даже это... Ну, мы позиционируем, как мы называем, аудит с человеческим лицом. Потому что действительно мы знаем, что когда проводят аудит некоторые... То есть вот даже... Ну, извините, давайте обсудим немножко вопрос цены. То есть когда дешевый аудит, вы получаете аудиторское заключение. Никто с вами не будет разговаривать, извините, как правило, и объяснять, почему так, а не иначе. Наши аудиторы... То есть вот большинство такие отзывы. Удовлетворенность наших клиентов 98%. Потому что действительно аудиторы объясняют, почему так, а не иначе. Да, вот дают действительно рекомендации с человеческим лицом. То есть не бояться наших клиентов и аудиторов, не бояться что-то спросить. То есть все клиенты довольны. Большое спасибо, Ирина, за отзывы. Нам очень приятно. Спасибо. Да, вот я абсолютно согласна, что команда правовеста аудита, она всегда дает открыто. И даже вот в рамках наших вебинаров, я знаю, что наши участники с нетерпением всегда ждут новых встреч с командой правовеста аудита. Потому что, как вы сегодня увидели, мы разобрали от и до столько интереснейших вопросов. И я должна сказать и участникам сегодня огромное спасибо, потому что только вот такой совместной работе и получается получить, вывести максимальную пользу. И хочется тоже отметить работу Виктории сегодня. Прям прекрасный модератор. Спасибо. Переквалифицируйтесь. И, кстати, вот я сейчас, извините, все никак не растал. Хочу заметить, что наши аудиторы у нас только штатные сотрудники, поэтому и такой, ну, как высокий класс наших специалистов. Потому что они проходят повышение квалификации, между собой общаются. У нас коллективный опыт, у нас нет сотрудников на договоре, на СИЗО. У нас все штатные. И мы за каждого можем, вот за каждого можно поручиться. Да. Вот. Все. Большое спасибо. Всем до свидания. До новых встреч. До новых встреч, друзья. Материалы сегодняшнего вебинара, да, у вас будут доступны прямо сегодня, поэтому можно будет что-то переосмыслить, вернуться, пересмотреть. Спасибо еще раз большое. Всем прекрасного дня. Спасибо.